Здравствуйте! Рада приветствовать вас в Доме Знаний. Меня зовут Асбарова Сусанна Иллоевна. И сегодня на вебинаре мы с вами рассмотрим тему «Политическое развитие страны в 1907-1914 годах». С данной темой вы ознакомились в ходе просмотра видеоурока на сайте Дома Знаний. После просмотра данного видеоурока вы получили множество вопросов, на самые частые из которых я отвечу в ходе нашего занятия. Итак, цели нашего вебинара заключаются в том, чтобы рассмотреть изменения в избирательной системе России и действия Третьей Государственной Думы, описать национальную политику Петра Аркадьевича Столыпина, поговорим также о причинах роста революционных настроений в России. Первая русская революция закончилась 3 июня 1907 года распуском Второй Государственной Думы и изданием нового избирательного закона. В манифесте Николая Второго о распуске Государственной Думы 3 июня 1907 года сказано. Значительная часть состава Второй Государственной Думы не оправдала ожиданий наших. Не с желанием укрепить Россию и улучшить ее строй приступили многие из присланных от населения лиц к работе, а с явным стремлением увеличить смуту и способствовать разложению государства. Созданная для укрепления государства Российского Государственная Дума должна быть русской и под уху. В соответствии с этим документом проходили выборы в Третью и Четвертую Государственную Думу, о которых вы узнаете далее. Итак, вопросы нашего занятия. Новый избирательный закон. Третья Государственная Дума. Национальная политика. Общество и власть после революции. Нарастание революционных настроений. Четвертая Государственная Дума. Выборы в Третью и Четвертую Государственную Думу проходили по новому избирательному закону. Однако к ним по-прежнему не допускались женщины, лица моложе 25 лет, студенты, военнослужащие, кочевники. Выборы были непрямыми. Сохранилась куриальная система. Основными куриями были волостная, то есть крестьянская, землевладельческая, первая городская, в которую входили крупные предприниматели и купцы, вторая городская, все остальные городские обыватели, рабочие. Законом от 3 июня 1907 года не предусматривалось и равного представительства от сословий. Количество выборщиков было перераспределено в пользу крупных землевладельцев и буржуазии. Почти в три раза сокращалось количество депутатов от Польши, а народы Средней Азии, Сибири и некоторых других национальных регионов полностью отстранялись от выборов. Первая сессия Третьей Государственной Думы началась 1 ноября 1907 года в Таврическом дворце. Это была первая дума, которая действовала все отведенное для нее время. Председателем Третьей Государственной Думы стали Николай Алексеевич Хомяков, затем Александр Иванович Кучков и Михаил Владимирович Родзянко. Все они были представителями партии Октябристов. СССР бойкотировали избирательную кампанию 1907 года и не принимали участие в работе Третьей Думы. Благодаря новому избирательному закону удалось выбрать думу, способную продуктивно работать с правительством. Так, народные избранники наконец рассмотрели и одобрили законопроект от 9 ноября 1906 года, касающийся крестьянского землевладения, который был отвергнут левыми партиями во время работы Второй Государственной Думы. 4 июня 1910 года Николай II утвердил принятый Думой законопроект. После этого Совет Министров смог начать обсуждение аграрной реформы. Председателем правительства Российской империи стал Петр Аркадьевич Солыпин. Он проводил политику, направленную на стане Великой России. В рамках этого курса он выступал за целостность и единство государства при главе всей Русской нации. Под началом Столыпина Совет Министров ужесточил национальную политику и постепенно упразднил уступки, введенные в национальных регионах в ходе революции. Осенью 1909 года в Государственной Думе была создана Русская национальная фракция, которая полностью поддерживала Столыпина. А поскольку националисты составляли вторую по численности фракцию, они стали залогом плодотворного сотрудничества Думы и правительства. Так, весной 1910 года Дума одобрила законопроект о порядке изданий, касающихся Финляндии законов общеимперского значения, который фактически упротнял автономию края. Антипольская направленность политики правительства особенно проявилась в законе о земстве в западных губерниях. Он был принят 14 марта 1911 года и распространялся на шесть губерний западного края. Закон разделял избирателей западных губерний на национальные курии – польскую и русскую, чем противоречил общероссийскому законодательству. Это было сделано для того, чтобы исключить возможность получения поляками большинства голосов в земском самоуправлении. В 1907-1908 годах были закрыты все национальные культурно-просветительские общества и учреждения. Еврейское население по-прежнему проживало за чертой оседлости. Еще больше ужесточились правила приема евреев в учебные заведения. Ситуация усугубилась после убийства в Киеве русского мальчика Андрея Ющинского. В совершении преступления был обвинен иудей Мендель Бейлис, который якобы совершил ритуальное убийство христианского ребенка. Следствие по этому делу приобрело широкий общественный резонанс. И хотя суд присяжных оправдал Бейлис, а по всей России была развернута масштабная антиеврейская кампания, которая поддерживалась как черносотенными организациями, так и некоторыми высшими чиновниками. В начале 20 века российское общество и экономика встали на путь модернизации. Изменения затронули все сферы – экономику, социальную структуру, правовые отношения, политические строя. Народу были дарованы гражданские права и парламент. Однако нерешенным оставался самый главный вопрос – аграрное. Это мешало полной модернизации и переходу к новым буржуазным отношениям. Ни революции 1905-1907 года, ни основные законы Российской империи 1906 года, ни реформы Сталлыпина не смогли изменить ситуацию. Противоречия в обществе нарастали все больше. Желание власти любыми способами сохранить самодержавие на фоне распространения оппозиционных течений еще более усугублял конфликт между верхами и низами. Отношение общества к политике Сталлыпина было сложным. Практически все слои населения были недовольны результатами его реформ. Так, основной массе крестьян, ожидавших передела помещащих семей, в их пользу было предложено переселяться в отдаленные районы. Не устраивало их и разрушение традиционного образа жизни, который был вызван выходом из общины. Не оправдались надежи дворянства, которая думала, что Сталлыпин успокоит крестьянские волнения и сохранит существующий порядок. Либералы не поддерживали премьер-министра из-за его монархических взглядов и антиеврейских настроений. Более того, во время революции у Сталлыпина как угловой правительства основной задачей была стабилизация обстановки в стране, и поэтому революционными силами он воспринимался как реакционер. С Государственной Думой у Сталлыпина также были напряженные отношения. Его политическими союзниками были только октябристы и националисты. Однако попытки премьер-министра действовать в обход Думы лишили его поддержки депутату от Союза 17 октября. Так, 5 марта 1911 года лидер партии октябристов открыто высказал свое нежелание поддерживать политику правительства и отказался от звания председателя Государственной Думы. С этого времени единственной поддержкой Сталлыпина стала русская национальная фракция. Николай II считает, что революционные настроения в стране утехли, также перестал поддерживать курс Сталлыпина. То есть отсталка главы правительства казалась неминуемой, но 1 сентября 1911 года, находясь в Киевском оперном театре, Сталлыпин был смертельно ранен эсэром Дмитрием Багровым. В своей деятельности Петр Аркадьевич главным считал решение крестьянского вопроса, считая политические и административные преобразования второстепенными, а многие из его проектов так и не удалось осуществить, поскольку они были отклонены либо Государственной Думой, либо Государственным Советом. Недовольство политикой реформ уже в ноябре 1910 года вылилось в подъем революционного движения в стране. Поводом для начала массовых выступлений стала смерть Льва Николаевича Толстого, который при жизни был противником смертной казни. В память о нем во многих городах, в том числе и в Петербурге и в Москве, прошли массовые акции протеста студентов и рабочих с требованием отменить это наказание. В ответ на демонстрации правительство ужесточило политику по отношению к высшим учебным заведениям. Были ликвидированы все легальные студенческие организации. Такие действия власти подняли волну недовольства среди студентов, а многие профессора объявили о своей отстатке. Усугубили нарастающую революционную ситуацию трагические события, которые произошли 17 апреля 1912 года на Золотых Приисках, расположенных на реке Ленин. Здесь правительственные войска расстреляли демонстрацию рабочих, протестовавших против тяжелых условий жизни и труда. Это вызвало волну забастовок в промышленных центрах России. Около 400 тысяч рабочих вышло на первомайские демонстрации. Начались отдельные выступления в армии и на флоте. С этого времени, вплоть до лица 1914 года, революционное движение продолжало нарастать. В атмосфере растущего в обществе напряжения осенью 1912 года прошли выборы в 4-ю Государственную Думу. Они проходили по избирательному закону от 3 июня 1907 года. Последняя в истории самодержавная Россия Дума работала в период с 15 ноября 1912 по 25 февраля 1917 года. Но с началом Первой мировой войны заседания были нерегулярными. Председателем был избран Михаил Владимирович Родзянко. По своему партийному составу 4-я Дума почти не отличалась от 3-й, но по настроению была более оппозиционной. В октябре 1912 года октябристы наравне с кадетами стали в легальную оппозиционную правительству. Через месяц из приверженца умеренных реформ оформилась партия прогрессистов. Их программа, среди прочего, предусматривала конституционно-монархический строй с ответственностью министров перед Думой, а также расширение права народного представительства. В связи с этими изменениями поддержка правительства в Думе стала минимальной. И подведем итоги нашего занятия. Благодаря новому избирательному закону удалось выбрать Думу, способную продуктивно работать с правительством. Была ужесточена национальная политика и взят курс на полную ликвидацию автономии Финляндии. Революционные настроения продолжали нарастать. Не был решен аграрный вопрос. 4-я Государственная Дума была более оппозиционной по своему настроению. Октябристы наравне с кадетами стали в легальную оппозицию правительства. На этом наше занятие подошло к завершению. Рада была нашей встрече с вами и увидимся на следующем вебинаре на платформе Дома знаний. До новых встреч в Доме знаний! Продолжение следует...